Собираемся уже, знаете, после большого перерыва, после большого перерыва, многие сейчас пока еще не собрались заново, вот, поэтому собираемся, продолжаем изучать ежедневную Тору. Сейчас у нас чуть-чуть изменится формат, глава сам, значит, первый день, первый день, день первый, вот так, записывать видео, все, отлично, значит, Максим Перенчук, Максим Шалом, Яков Шатадин смотрит, все, основные наши силы, бойцы невидимого фронта собрались, и мы продолжаем изучать Тору, глава ЦАФ, сейчас у нас будет глава ЦАФ, прикажи, значит, книга Ваикра, она посвящена жертвоприношениям, храмовая служба, все, но мы же с вами не священники, правильно, и так как мы не священники, то лично мне читать это очень сложно и непонятно, то есть я очень, конечно, читаю, но это непонятно, все, что здесь написано, и главное, что меня внутри очень сильно волнует, да, меня очень волнует то, что это я-то не смогу никогда сделать, потому что я же не священник, не левит, и я эти жертвоприношения приносить не буду, а я Тору учу для того, чтобы делать, есть Мишна Пертьевод, которая нам говорит, что АЛОМЭТ, тот, кто учит, АЛЬМАНАТ, ЛИЛАМЭТ, для того, чтобы обучать, МАСПИКИМ БЕЯДО, тому дают в руку прям, ему дают возможность с неба, ЛИЛЬМОТВА ЛИЛАМЭТ, учиться и обучать, Тот, кто учит, продолжает Мишна, ВАЛОМЭТ, АЛЬМАНАТ, ЛИАСОТ, тот, кто учит для того, чтобы делать, МАСПИКИМ БЕЯДО, ему в руку прям дают, ЛИЛЬМОТ, учиться, ЛИЛАМЭТ, обучать, ЛИШМОР, он это запомнит, ВАЛИАСОТ, и будет делать. Теперь я учу Тору для того, чтобы делать, для того, чтобы выполнять заповеди, и мы тоже с вами постараемся этот принцип соблюдать, А жертвоприношение здесь, что мы можем здесь сделать, непонятно, да? Поэтому я буду сейчас выбирать, что я буду делать, я буду выбирать из недельной главы, буду выбирать какие-то практические уроки, которые мы реально с вами можем делать, и буду о них рассказывать каждый день, то есть длительность урока будет такая же, но будет все ЛИМАСО, все будет для того, чтобы сделать. Как есть еще одна такая фраза, что АДАМ ЛЕ АМАЛЬ ЮЛАТ, ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ТРУДА РОЖДЕН, так написано. Теперь АМАЛЬ, слово это ЛЕ АМАЛЬ, АМАЛЬ это, значит, труд, но можно это почитать как расшифровка. ЛЕ АМАЛЬ это ЛИЛЬМОТ АЛЬМАНАТ ЛЕ АСОТ, это тоже АМАЛЬ, как бы, да, труд, учиться для того, чтобы делать. Или ЛИЛЬМОТ АЛЬМАНАТ ЛЕ АМЭТ, для того, чтобы учиться, для того, чтобы обучать. Можно так посчитать. Хорошо, значит, здесь в главе ЦАВ рассказывается, вот сегодня я слушал урок, очень интересный урок, Рава Борух Розенблюм. И он говорит, что здесь в недельной главе ЦАВ рассказывается о том, что разные-разные виды жертвоприношения, которые нужно приносить. Есть жертва ОЛА, которая жертва всесожжения, а есть жертва, которая называется жертва ТОДА. Жертва ТОДА это жертва благодарности, благодарственная жертва. И, значит, я хочу сегодня поговорить про благодарственную жертву. То есть в храме приносили благодарственную жертву, ее, когда приносили, нужно было ее съесть. И съесть ее нужно было с друзьями, с близкими, со знакомыми и рассказывать о том чуде, которое Бог для вас сделал, благодарность. Теперь в каких случаях нужно было приносить благодарственную жертву? Четыре было случая, после которых человек должен принести благодарственную жертву. И в наше время, когда нет храма и мы жертвы не приносим, но тот, кто в этих четырех случаях побывал, он потом выходит, когда читают Тору в синагоге и говорит благословение специально. Баруха та благословение, Бог всесильный наш. Агумель лихаевим того. Тот, кто воздает хаевим, воздает тем, кто... Хаяв это тот, кто уже должен, да, то есть ему надо дать наказание. Хаяв это тот, кому надо дать наказание за его поступки. Но Всевышний ему воздает вот этому, которому надо дать наказание, добром. Агумели хаевим того. Тот, кто воздает тем, кому надо дать доказание, дает им добро. Шагмалани культов, что дал, воздал мне все то добро, которое я сделал. Вот так произносят возле Торы. То есть благодарственное благословение. Благодарственное благословение. В каких случаях нужно произносить благодарственное благословение? Вот я его сейчас произносил в эту субботу, я его произносил в синагоге. Почему я его произносил? Я же летел из Японии. Летел через океан вообще, через северный ледовитый океан. Мы летели над вот этим вот Евразией, да, Япония внизу возле Владивостока. И самолет летел вот так вот через океан. То есть пересекали моря океаны. Значит, тот, кто пересек океан или пересек море, он должен принести благодарственную жертву. В наше время, конечно, на самолете это уже не такое приключение прямо пересечь океан, что я прям избежал такой опасности. Мы просто уже как постановлено, что надо, мы это делаем. Но в древности тот, кто на корабле сумел переехать через океан или через море, он избежал невероятной опасности. Потому что минимум половина кораблей разбивались, тонули, умирали там и все. Пираты были. Я читал, что когда Робин Ахман был в Израиле, это было там 250 лет назад, 300, они плыли из порта Тель-Авив в порт Ако. Сегодня ты едешь от Тель-Авива до Ако на машине там полтора часа. Они ехали 20 дней, плыли на корабле. Корабль плыл, значит, вдоль побережья 20 дней чутьнее. И такие бури были, страхи вообще. Значит, кто должен принести благодарственную жертву? Тот, кто на корабле пересек море. В данное время мы говорим благословения, воздающие добром, после того, как пересекли море на самолете, например. Второй случай, когда приносили благодарственную жертву, это был случай, когда пересекали пустыню. Пустыню пересечь было тоже опасно. Ты едешь на верблюдах, на осликах, или пешком идешь. Воды нет, и за каждым холмом притаились какие-то соловьи-разбойники, бедуины какие-то, которые живут грабежом. Это их, как бы, заработок. Да, ты тем работаешь. Я на дороге граблю, а ты кто? А я соловьи-разбойник. А ты кто? А я Робин Гуд. А в смысле Робин Гуд? А в смысле у богатых забираю, бедным отдаю. Но тот же грабитель. То есть пересечь пустыню, в которой за каждым холмом сидели вот эти вот Робин Гуды, да, было тоже избежать опасности. И тот, кто пересек море или пересек пустыню, должен был принести благодарственную жертву. Теперь дальше. Третье случай, когда надо было приносить благодарственную жертву, это когда вышел из тюрьмы. Значит, попасть в тюрьму в древности, это было, конечно, хуже не придумаешь. Потому что, какие были тюрьмы? Яма закрыта или там какая-то, ну представьте, если даже обычные люди жили без водопровода, без электричества, без туалета, то как жили в тюрьме? Это просто был страх. То есть если нормой жизни был дом без воды, без туалета и без электричества, то тюрьма, которая там наказывали людей, это было просто страхи. Страхи и ужасы. И тот, кто посадили его в тюрьму, он вышел из тюрьмы в то время, да, он должен был приносить благодарственную жертву. И четвертый случай, четвертый случай, когда надо было приносить благодарственную жертву. А сейчас, в наше время, нужно идти в синагогу и говорить благословение, что благословен ты Всевышний, воздающий тем, кому надо получать наказание, добром. И что ты мне воздал добром, что я спасся от этого. Четвертый случай, он в наше время случается тоже. Но совершенно в наше время мы, конечно, намного легче переносим этот четвертый случай. Это болезнь. Тот, кто выздоровел от болезни, он тоже должен был принести благодарственную жертву Всевышнему. А сейчас он должен сказать благословение в синагоге. Теперь выздоровел от болезни, сегодня это как бы уже считается нормально. Вот воспаление легких, например, да? Человек, воспаление легких, идет к врачу. Вот, значит, врач посветил, там посмотрел. Да, у вас воспаление. Какой же вам антибиотик дать? Вот вам вот такой антибиотик, пейте. Человек выпил, воспаление легких прошло. А раньше воспаление легких, ему говорят, ну что, пишите завещание, прощаться будем. Он говорит, как, у меня вот я просто кашляю. Это у вас грудная жаба. И что, а что же делать? Ну что, будем жабу вашу грудную, значит, заговаривать сейчас. Сейчас мы ее заговорим, вашу грудную жабу. Или, или там были еще такие методы лечения. Самый популярный был кровь пускать. У вас с кровью что-то не так. А что не так? Ну, грудная жаба завелась. И что? Ну, вскрывали ему вену, значит, крови слили немного. Говорят, посмотрим, может быть, что-то с вами хорошо будет. Вот человек, который выздоровел в то время от любой болезни, он шел в храм, приносил благодарственную жертву. И с благодарственной жертвой, я не помню там по животным, какое надо было животное зарезать в благодарственную жертву. Но нужно было каждому животному добавить 40 хлебов. 30 мацот и 10 хлебов. И съесть это надо было в течение одного дня. Все. Собрать максимальное количество людей. И рассказывать благодарность Всевышнему, что вот Всевышний меня спас. И я этого был недостоин, но Всевышний меня спас. Кто-то из тюрьмы вышел, кто-то море пересек, кто-то пустыню пересек, кто-то выздоровел. Четыре, значит, вот такие вот причины для благодарственной жертвы. Теперь мы сейчас приближаемся к празднику Песах. И вот тут Рав Борох Розенблюм приводил очень много разных интересных таких источников. И он говорит, что оказывается, три мацы, которые мы едим на Песах, по мнению многих мудрецов, Маршотов и так далее, три мацы, которые мы едим на Песах, это тоже в честь благодарственная жертва, то, что было. Когда в песне мы поем, чем отличается эта ночь от других ночей, что в другие ночи мы едим хамец, мы едим хамец и маца, когда мы едим и хлеб, и мацу, так он говорит, это как раз была благодарственная жертва и хлеб, и маца. А в эту ночь только мацу. Значит, мы едим три мацы. За что? Бог, когда евреи вышли из Египта, из тюрьмы спас, из рабства спас. Пустыню перешли? Перешли. Море раступилось? Море перешли? Перешли. Вот три благодарственных, значит, случая. А выздоровели от болезни? Было? Было, но позже. Когда получали Тору, все, кто были больны, все выздоровели от всех болезней. Теперь четыре стакана мы пьем в Песах, четыре стакана вина. Четыре стадии освобождения. Да, было четыре стадии освобождения из рабства, но при этом есть четыре, то же самое случая, за которые надо благодарить. Из рабства вывел? Вывел, как из тюрьмы. Море перешли? Перешли. Пустыню перешли? Перешли. Выздоровели? Все выздоровели. Вот это то, что сегодня я выучил из урока Борох Розенблюм, такой великей стравин сегодняшний, да? Где он нам объяснил про благодарственные жертвы. Про благодарственные жертвы. Значит, очень это все удивительно. Еще одна вещь, которая меня сегодня удивила, что животные, которые приносили в жертву, они должны были быть беспорочными. И прямо подчеркивает Тора, что животные, которые, это есть комментарий Раши, которые были в скотоложество, да? Которые были, как бы участвовали в этом скотоложестве, их нельзя было приносить в жертву. И я подумал, что вообще за жизнь такая была у людей? Действительно, была совершенно страшная жизнь. Насколько наши сегодняшние условия жизни, да, отличаются от тех условий, в которых они тогда жили. Удивительно, да, как изменился мир. Насколько у нас сейчас более все такое цивилизованное, все такое прям исправленное. Насколько мы сейчас живем в счастливое время в плане бытовом. Но при этом, при этом, в плане эмоциональном, возможно, возможно, что в то время люди радовались больше. Потому что, когда человек три дня не ел, а потом поел, то мне кажется, что радость от еды у него будет намного больше, чем когда он три раза поел, а потом четвертый раз пытается еще что-то поесть и говорит, да, не те нынче помидоры пошли, да, вкус не тот у помидора. Вот раньше, мол, были помидоры, помидоры, а сейчас не те помидоры. Так раньше ты ел помидоры раз в месяц, и поэтому ты каждый помидор, наверное, там ждал весны или лета. Я помню, в наше время, когда я рос, мы зимой помидоры ели только в виде засоленого. Были засоленные помидоры, моченые помидоры, и пиком деликатесности были помидоры, помидоры бочковые помидоры, да, это в бочке. Я помню, у меня был один родственник, который делал помидоры в бочках. Вот, он в этих бочках и яблоки делал, и помидоры делал, и еще в отдельных бочках он иногда и арбузы на зиму засаливал. Говорил, арбузом закусывать водку хорошо. Очень была такая хорошая закуска. Вот, и, значит, поэтому мы, несмотря на то, что, несмотря на то, что в наше время перелететь в море, например, не так уже опасно, или пустыню пройти не так опасно, но мы должны, сейчас нет благодарственных жертв, но этот принцип мы должны использовать. Если в жизни произошло что-то хорошее, если в жизни произошло какое-то спасение, какое-то повезение, то обязательно нужно поблагодарить Всевышнего и сделать на этом акцент. То есть сделать акцент, рассказать людям, слава Богу, слава Всевышнему, что у меня, там, я выздоровел, слава Всевышнему, что было вот так, слава Богу, вот так. И когда мы, мне так кажется, как это работает. Вот, например, вы кому-то хотите помочь, да, и вы какому-то человеку помогли, этот человек, вы ему помогли, и он такой, ну да, и ушел. Вы думаете, ладно, второй раз вы ему помогли. Он такой, да, что-то, ну вот, как-то, вот я бы хотел по-другому чуть-чуть, что-то мне не хватает. Вы думаете, ну, если вы третий раз поможете, то вы просто святой человек. Потому что если вас первый раз не поблагодарили, а второй раз еще и поругали, то третий раз вам будет тяжело помочь этому человеку. Поэтому Всевышний, Всевышний, он, понятно, не человек. Всевышний добрый, он в миллион раз добрее, чем любой человек. Но сама схема, мне кажется, здесь тоже срабатывает. Потому что если не быть благодарным Всевышнему за то, что он для нас делает, то он будет меньше делать. Потому что, ну, все равно человек не замечает, так зачем ему делать. Поэтому благодарность Всевышнему, она, мне кажется, будет вызывать больше поводов для благодарности. То есть чем больше ты благодаришь, тем больше будет поводов для благодарности. Поэтому я очень благодарен Всевышнему, что дал возможность изучать Тору и преподавать Тору на платформе Ваикра. Очень вам благодарен, что вы приходите на уроки 48 человек в Фейсбуке и 28 уже опять в Телеграме. Хотя было перед тем, как я уехал в Японию, было уже 150 человек в среднем каждый день, а сейчас уже, видите, в два раза меньше. Но я надеюсь, что каждый сейчас напишет в комментариях свой вывод из сегодняшнего урока. Мы сейчас учимся для того, чтобы делать. То есть мы сейчас этот принцип поставим в основу. Напишите, пожалуйста, что вы собираетесь сделать в своей жизни после того, чтобы вы послушали этот урок. И поделитесь, пожалуйста, своими выводами. Сделайте и поделитесь выводами с людьми, которые для вас важны. Потому что Тора, она делает жизнь хорошей, доброй, длинной, долгой, наполненной и осмысленной. И чем больше мы будем распространять Тору, тем больше будет Всевышний нас любить. Все. Всем удачи и успехов. Хорошего, прекрасного дня. Чтобы было за что Всевышнего благодарить. Чтобы мы находили прямо каждое мгновение, за что его благодарить. И чтобы он нам давал много поводов для благодарности. Все. Счастливо. Хорошего дня. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. До завтра.